Добрый день, дорогие ученики, дорогие читатели! С вами снова я, Турай Бахор, и с вами снова учебный центр Repetitor Service. И сегодняшняя тема посвящается истории Древнего Египта. По традиции начнем с плана урока, который состоит в Долине Нила, ее обитатели, Древний Египет, ее соседние государства, религия Древнего Египта, пирамида и гробница, а также культура Древнего Египта. Итак, мы начали. Для начала мы должны узнать, где находится у нас Египет. Египет находится на континенте Африка, если бы точнее на северо-востоке Африки. Самая долина река Египта, да и вообще мира, это конечно же река Нил, длина которой составляет более 6 тысяч километров. В книжке еще написано то, что есть Долина Нила. Ну, это место, где занимается земледелем, ширина которой составляет от 3 до 22 километров. Сами египтяне называют свою страну Черной землей или же Даром Нила. Касательно соседей Египта, ну, в древности, ну, можно и сейчас, на севере Египет граничит и граничив с Средиземным морем, а на северо-востоке с Палестиной и Сирией, с юга с государством под названием Нубия, которая сейчас это современный Северный Судан, а также с запада это у нас Ливия. Ну, тут немножко технические неполадки, тут должны были быть стрелки, но думаю, это не страшно. Так, дальше. А, кстати, касательно географии Египта. Египет делится на две части. Это Верхний Египет и Нижний Египет. Вообще, если взять как бы логитики, то Верх – это должно быть север, но у нас наоборот. Верхний Египет – это у нас на юге находится, а Нижний Египет на севере. Почему так? Потому что река, она протекает вот отсюда. Начинается с юга и впадает в Средиземное море. Ну, если подумать логически, то река, она не будет вот так. Как бы течь, она будет течь сверху вниз. Поэтому эта часть, южная часть выше, чем северная часть. Поэтому эта часть называется Верхний Египет. Египет. И к тому же, та часть, которая впадает в Средиземное море, греки называли дельтой. Почему дельта? Потому что она, если посмотреть сверху, похожа на грецкую букву дельта. Поэтому, как бы, эту часть греки называли дельтой. А тут вы можете видеть Египет в масштабах всего мира. Как я и говорил, находится на северо-востоке Африки. Дальше. Ученые делят историю Египта на пять этапов. Это ранний, древний, средний, новый, а также и поздний. Но, к счастью, мы все этапы не будем проходить. Потому что книжке дана не вся информация. Касательно политической истории Египта. Вначале были города-государства, которые называли Номами, а руководители называли Номанхами. Потом эти города начали постепенно-постепенно собираться. И в 3000 году, до нашей эры, правитель Верхней Египта, если вы помните, это южная часть, Менес, он победил правителя Нижнего Египта и объединил весь Египет в единое государство. И построил город Мемфис. Город Мемфис, который находится вот здесь, на территории Нижнего Египта. Так, дальше. Но потом государство начало ослабевать и распалось. К тому же, в 18 веке до нашей эры, на Египет напал воинственный народ по названию Гексосы. Они взяли и захватили весь Нижний Египет. Когда они нападали, они использовали колесницы. То, что в то время было очень, скажем так, новшеством в военной технике. Потому что у самих египтян главной силой была пехота. Поэтому они не могли противостоять этой конницы и колесницы. Оп! Подчинились все города, кроме одного города. Это Фивы. И правитель города Фив, Яхмас, он изгнал этих гексосов и основал новое царство. И его дело продолжили его потомки Тутмус-2 и Тутмус-3. Они захватили государство передней Азии. Оп! Дальше. Потом войны. Они истощили новое царство. В итоге государство опять распалось. Но потом наступил седьмой век и опять объединился Египет. Да, очень так сложновато тут. Но наступил опять-таки шестой век. Если бы точнее, пятьсот двадцать пятый год до нашей эры. И на Египет напали персы, сегодняшний иранцы. А если бы точнее, камбист второй. Он взял и захватил Египет. И все. Египет стал колонией персидского государства. Этим заканчивается у нас политическая история Египта. Дальше у нас идет религия древнего Египта. Если вы помните сплошного урока, то времена среднего палеолита появились древние религии. Это были тотемизм, анимизм и фетшизм. Религия Египта, она больше смахивает на тотемизм. Потому что они боготворяли всяких животных. И первый бог, которого мы пройдем, это у нас Птах. Птах, он такой крутой, скажем так, то, что его нельзя увидеть в реальном облике. Поэтому его изображали в виде быка, которую назвали Апис. Ну, бык-то не такой уж упитанный. Ну, ладно. Это то, что я нашел в интернете. Дальше. Этот синий человечек у нас является Хапи. Хапи – это бог Нила и первый источник жизни в Египте. То есть он является основоположником всего живого на территории Египта. Дальше у нас группа богов, которые связаны друг с другом. В центре мы можем видеть Осириса. Согласно легенде, это был одним из первых фараонов Египта, который научил свой народ земледелию. К тому же он судил людей. Он судил людей, как это происходило. Получается, вот я умер, подошел к Осирису, он сидел на троне, в руках у него были весы. На одной чаше стояло перо, на другой чаше стояло человеческое сердце, в данном случае мое сердце. Если они были равны, то я делал хорошие дела в своей земной жизни. Поэтому я жил в достатке и в загробной жизни. А если же сердце хоть на чуть-чуть перевешивало перо, то все, не конец. Меня съедали всякие чудовища. Дальше, Исида – это его жена, этого Осириса, а Сет – это брат Осириса. Однажды Сет что-то не поделился Осирисом, получается, и его убил. А Асида, она так тосковала по своему мужу то, что решила его воскресить. Воскресила она путем мумификации или же бальзамирования. Вообще, бальзамирование, оно было и у людей, конечно же. Как это делалось? Точнее, не буду говорить, как это делалось, потому что это очень таки не гигиенично. А бальзамировали в основном как бы богатых людей. Длилась мумификация 70 дней между слоями тканей, которые они заворачивали от человека, они ложили амулет. Ну, думали то, что это понадобится. Вообще, зачем мумифицировали? Мумифицировали за тем, чтобы душе можно было куда вернуться. К тому же, когда Осирис судил, они должны были предстать перед Осирисом, скажем так, в красивом облике. Поэтому и мумифицировали. Так, дальше, касательно Анубиса. Анубис – это бог мертвых и бальзамирование. Как раз и он являлся покровителем мумий. Ну, скажем так. Дальше у нас идут один бог и две богини. Начнем мы с Тота, который с головой орла, скажем так, или сокола. Это бог луны, бог врачевания, а также бог мудрости. Ну, как бы он являлся богом знания. Ну, вы можете видеть по свитку в его руках. Дальше идет у нас богиня Хадхор. На мой взгляд, это самая красивая богиня, ну, из которых я вам показывал, конечно же. Ну, и она являлась богиней красоты и любви. О, дальше у нас идет богиня Мат. Это была богиня правосудия и правды. Ну, скажем так, она была помощницей Осирица. Дальше. И тут у нас пирамида. Все мы знаем пирамиды, слышали о них пирамиды. Но зачем же строили эти пирамиды? Пирамиды, они, это гробницы для фараонов. То есть, если обычные люди, они, их закапывали в землю, получается, или же богатых людей мунифицировали, то, как бы, фараонов их хранили в пирамидах, гробницах. Пирамиды были построены во времена Древнего Царства и во времена Среднего Царства. Получается, самая известная пирамида, это у нас пирамида Хуфу, по-грейски это Хеопс, Хафра, а также Минкаура. Вот это как раз таки пирамида Хеопса, касательно параметров. Высота 147 метров, была построена в 2600 году, до нашей эры. Представьте себе, она уже стоит 4620 лет. То есть, она столько времени уже стоит, никто ее не трогает, получается. И пирамида была построена из двух с половиной миллионов камней, которые каждый весил более двух тонн. Ну, представьте себе, поднять двухтонный камень, это нереально даже сейчас, если не будет спецтехника. А в то время, как строили нам, для нас это как бы загадка. И тут вы можете видеть сфинкса, это как бы каменная глыба, которая была с головой человека, с туловищем льва. Это как бы глыба, которая охраняла вход в пирамиду. Ну, если кто-то захочет вломиться в эту пирамиду. Ну, в основном, это как бы была духовная защита. Высота, как вы можете видеть, 20 метров у этого сфинкса. Касательно культуры Египта. Оп, когда мы говорим про культуру, то мы, в первую очередь, должны понимать иероглифы. Иероглифы – это как бы письменность Египта. Количество иероглифов было 750 штук, получается, они были в виде всяких рисунков. С древним греческого иероглиф означает «священные письмена». Но эти иероглифы еще называли словами богов. Потому что их использовали для написания молитв. И их писали на стенах храмов. Поэтому их назвали словами богов. Долгое время никто не мог прочитать эти иероглифы, пока однажды один мужик по имени Жак Франсуа Шампольон не наткнулся случайным образом на два камня, таких больших камня. Там было два, скажем, два вида письменности. Один на грецком, один на египетском. Но он, Жак Франсуа Шампольон, знал грецкий, поэтому он смог перевести и сопоставить эти письмена на втором камне. Вот так и нашли ключика египетским иероглифам. И розетский камень, он сейчас находится в Британском музее в Лондоне. Все мы знаем, где это находится. Касательно меры длины. Мера длины в Египте назвалась царским локтем, который в современном эквиваленте составляет 52,5 сантиметра. Получается, были еще и поменьше меры длины. Это были ладони, то есть 7 ладоней или же 28 пальцев. Ну, можно сказать, царский локоть – это наш километр, 7 ладоней – это наши, скажем, дециметры, а эти пальцы, 28 пальцев – это наши сантиметры. Ну, для сравнения, если кто не понял. Египтяне, они создали календарь, который состоял из 365 дней. Они разделили по 30 дней на 12 месяцев. Остальные 5 дней они выбрали как дни отдыха, скажем так, отпуск от трудовых будней. В Египте развивались такие предметы, как математика, медицина, геометрия и астрономия. На сегодня, думаю, хватит. Надеюсь, вам было все понятно и надеюсь, было интересно. Вы можете наблюдать за нами на канале YouTube, Facebook и Telegram. Ссылки будут в описании видео в YouTube. Всего доброго!